Нижний Новгород. Гость в студии. 15.10 в Нижнем Новгороде. Приветствую всех, кто настроен на 99.5 FM. С большим удовольствием представляю нашего гостя. Сегодня у нас в гостях ректор Нижегородского государственного университета имени Лобачевского, Евгений Чупрунов. Евгений Владимирович, добрый день. Здравствуйте. Давно мы вас ждали. Дождались. Говорить будем мы, наверное, по крайней мере, хотелось, но посмотрим, как все поменяется. О том, как прошло слияние вузов, если говорить об университете имени Лобачевского, вы под свое крыло взяли два вуза, да, Арзаманский педагогический и Нижегородский коммерческий институт. Были ли какие-то трудности, шероховатости, обиженные преподаватели, недовольные студенты? Трудности, конечно же, были, поскольку дело для нас новое. И на пути новом всегда есть некие трудности. Трудности, вернее, обиженных преподавателей и студентов я не знаю. Ну, может быть, кроме руководства НКИ, которая обиделась. Вот. Все остальное у нас было нормально и спокойно. Значит, почему? Потому что мы постарались все сделать таким образом, чтобы каждому преподавателю и каждому студенту, кто идет к нам работать, фактически, дать не меньшие, а большие возможности для самореализации. Итак, студент НКИ становится студентом Национального истерического университета. Никто не отказался от такой чести, уверяю вас. Каждый преподаватель получил приглашение перейти на работу в Нижегородский университет. Доцент – доцентом, профессор – профессором, ассистентом. Понижений не было, да. Понижений не было. Были небольшие перемещения в руководящем, в обслуживающем персонале, но они не повлекли за собой понижение зарплаты, ну, или каких-то других сложностей. Поэтому никаких демонстраций, никаких выражений протеста, я, по крайней мере, о них не знаю. То же самое и в Азамасе. В общем-то, мы постарались сделать так, чтобы люди увидели, что присоединение к большому, известному, хорошему российскому вузу и для преподавателей, и для студентов – это благо. Мне кажется, это главное. А вот как на практике это присоединение выглядит с точки зрения именно учебного процесса? То есть что, в том же Азамасском пединституте поменялась учебная программа, как-то расширилась сама структура преподавательская? Вот как это происходит в жизни? Вот на сегодняшний день происходит таким образом. Конечно, вот та структура приема и та структура направления и специальности, которая имеет место быть, она не изменилась. То есть мы постарались максимально оставить вот ту содержательную часть образования, которая на сегодняшний день сложилась в этих двух вузах. Тем более, что вот Азамасский педагогический институт, очень неплохой, кстати, институт по разным показателям, он ведь выполняет такую исконно университетскую функцию. Учителей в России готовили всегда университеты. И мы для себя увидели шанс развить вот еще одну ветку нашего университетского образования, это педагогическую. И коллектив Азамасского педагогического института хорошо понял и принял вот эту часть. Что изменилось? Изменились возможности. Вы же понимаете, что теперь каждая кафедра и каждый преподаватель присоединенного вуза обладает возможностью использовать все ресурсы Нижегородского университета. Какие бренды? Безусловно, информационные ресурсы обязательно. Это и компьютерные сети, это и библиотека, одна из лучших у нас библиотек. Это и многое другое. Это, конечно же, людской потенциал. Вы же понимаете, что теперь для обучения педагогов, физиков, например, можно послушать профессора физики всемирно известного, который читает лекцию в нано-лаборатории и показывает по интернету или, так сказать, напрямую, скажем, такие эксперименты, которые раньше были недоступны. Но и многое, многое, многое другое. Я считаю, что возможности, которые открылись перед теми, кто пришел учиться, или те, кто продолжают учить, они во много раз возросли. И мне кажется, это во благо. Еще хотелось бы спросить о том, буквально вот на днях мы разговаривали о стратегии развития образования до 2020 года, а ваш университет разрабатывает собственные стратегии. Вот каким вы видите будущее университета имени Лобачевского? Мы видим, что университет имени Лобачевского останется одним из ведущих вузов Российской Федерации, первое. Он останется одним из классических университетов. То есть там не будет какого-то однобокого развития. Мы будем развивать и естественные науки, и физико-математические науки, в которых мы традиционно сильны. Мы, конечно, будем развивать и гуманитарные науки. Но это развитие не абстрактно. Оно, во-первых, преследует определенные цели. То есть оно преследует цели сделать постоянным образование на базе научных исследований. Вот то, что сейчас у нас, в общем-то, очень активно развивается, я думаю, что любой хороший международный вуз, российский вуз, должен учить детей именно так. Исследования могут быть разные, в разных областях. Но в любом случае практическая составляющая университетского образования должна быть обязательна. То есть время голых теорий прошло, да? Да, оно никогда и не было, собственно говоря. Всегда все-таки стремились люди приложить к чему-то. Но сейчас, я думаю, что это должно стать нормой, системой и неотъемлемой частью хорошего университетского образования. Вот это. Конечно, мы должны превратиться в университет многокампусный. Это означает, что университет должен не быть локализован только вот здесь, в ареале Нижнего Новгорода, а у нас должны быть полноценные кампусы и в других местах. Подчеркиваю, не современные филиалы, а именно кампусы. Кампус – это мини-вуз в полном смысле этого слова. Там должны быть хорошие образовательные компоненты, там должны быть хорошие научные компоненты, там действительно должны быть и профессора, и доценты, и ассистенты, там обязательно должны быть инновационные компоненты. То есть применение вот тех знаний, которые получают на кафедрах научных коллективов в конкретную промышленность, сферу услуг, в социальную сферу и так далее. Там должны быть, конечно же, объекты социальные, то есть студенты должны там иметь возможность жить в общежитии, и, конечно же, заниматься спортом, отдыхать и многое-многое другое. Просто такой городок, да, настоящий? Кампус – это городок студенческий, да, студенческий городок. Вот сейчас, после того, как мы присоединили к себе Арзамасский педагогический институт, у нас теперь двухкампусный университет. Нижний и Арзамас. Нижний и Арзамас. Конечно, по правовому статусу это филиал, но мы всё-таки называем кампус. Заранее привыкать. А в перспективах где ещё такие кампусы? Я думаю, что Дзержинск имеет возможность стать таким третьим кампусом. У нас там очень хороший филиал, там хорошая промышленная база, там, в общем-то, общество Дзержинское очень приветствует приход вузов, в частности, нашего университета Дзержинска. Понятно, если учесть, какое количество дзержинских студентов вынуждены ездить в Нижний. Конечно, конечно. Ну, а если учесть, что сейчас активно развиваются дистантные методы образования и доступ к информационным ресурсам центрального вуза, центрального кампуса сетями, то, в общем-то, всё упрощается, становится очень реальным. И вот это одно из положений нашей стратегии развития. Мы должны быть много кампусным вузом. Вот когда вы говорите о строительстве, о дистанционном обучении, мы все прагматикой стали немножко в последнее время, да? Первый вопрос встаёт. Деньги-то? Где возьмёте деньги? Университет уже научился зарабатывать. Это ведь очень хорошо, когда есть возможность зарабатывать самим. Вы прямо мне подсказываете следующее направление нашей стратегии. Университет должен уметь зарабатывать деньги. Он должен быть суперориентабельным предприятием. Может быть, кто-то с этим не согласится. Наверное, конечно, университет должен иметь возможность жить на то, что государство даёт, и жить хорошо. Но, тем не менее, всё-таки университет должен и зарабатывать. Мы зарабатываем. В прошлом году, я открою финансовые цифры, они не секрет, мы их пиарим, мы прозрачны. Вот в прошлом году наш бюджет составил 2,8 миллиарда рублей. Так вот, только 0,8 миллиарда рублей мы получили от государства, в качестве, по смете, на зарплату немножко, на коммуналку и так далее. 2 миллиарда мы заработали. Ну, это разные способы, так сказать. Вот чисто на науке мы заработали более 740 миллионов рублей. Наука-то как? Ты что-то придумал, сделал, продал, получил. 740 миллионов рублей, это колоссальная сумма. Это получается, что вот то, что придумывают и продают ваши сотрудники, студенты и так далее, это востребовано, это работает, и вот эти цифры, они доказывают, как ничто, наверное. Вы знаете, ну, конечно, это не на каждом участке, не везде и так далее. Вы сами понимаете, что-то сегодня более востребовано, что-то, может быть, менее и так далее. Но мы ставим вопрос так, человек должен работать не только, чтобы сделать голую идею, он должен обязательно подумать, как это можно применить. А эквивалент применимости, это, конечно же, деньги, другого человек не придумал. Так вот, в прошлом году вот так вот мы 2 миллиарда заработали. В этом году, я думаю, что бюджет будет более 3 миллиардов, и вот этот научный бюджет тоже увеличится. Вот мы хотим сделать это нормой. Нормой. Могу сказать, что вот хорошим таким интересным событием, что у нас гуманитарные факультеты, которых мы очень любим, но которые в основном пока зарабатывали на внебюджетных студентов, на спросе, они тоже начали зарабатывать на науке. У нас значительные суммы выиграл, гранты большие выиграл факультет социальных наук. И мы их поздравляем, и я с гордостью об этом говорю, что вот и в этой части мы пытаемся переломить существующие положения, когда считалось, что вот приходят небюджетные студенты, платят деньги. И слава богу, да, хорошо, слава богу, но на науке тоже надо зарабатывать. Это не все, да. Раз уж зашла речь о гуманитарных науках, которая мне уже ближе так получилась, вы сказали о том, что совершенно необычный учебник собираются написать сотрудники вашего университета. Это учебник по истории, но с такой определенной направленностью. Да, мы сегодня приняли решение о том, что группа наших профессоров и доцентов с исторического факультета начинают писать учебник по отечественной истории для негуманитарных факультетов. Ну, во-первых, я просто хочу с гордостью сказать, что мы напишем учебник по отечественной истории. Это особая проблема, кто их только не писал, как их только не писали. И, в общем-то, я думаю, что в обществе уже даже есть некое раздражение по поводу того, как по-разному пытаемся мы освещать историю для детей, для студентов нашего отечества. Это недопустимо. Я думаю, что вот мы все-таки поднимемся над какими-то сиюминутными, наши коллеги попытаются подняться над какими-то сиюминутными политическими, экономическими и прочими видениями, проблемами, задачами. И действительно сделать такой взвешенный, хороший учебник для студентов, негуманитариев. Почему для негуманитариев? Ну, во-первых, негуманитариев обязательно надо хорошо учить нашей истории. Физиков, математиков, химиков, экономистов, извините меня, и так далее. Во-вторых, все-таки учебник для негуманитариев – это особая статья. Стиль мышления, привычка обучения, восприятия информации для математиков, например, она все-таки иная, чем для филологов или для историков. Там тоже должен быть некий свой, даже некая своя изюминка. Ну и многое-многое другое. Вот я сегодня, так сказать, обещал всяческую поддержку вот этой вот группе людей, которые будут этим заниматься. И я думаю, что мы на будущий год презентуем такой учебник. И я очень надеюсь, что он будет востребован. Во всяком случае, покуда мы не поймем, что вот такое издание будет востребовано и нужно большинству нашего населения, для всех не напишем, мы его не выпустим. Наши историки. Мы желаем вам успеха во всех абсолютно начинаниях и помятуя о том, что не за горами праздник, День Учителя, мы, позвольте уж я от лица всей радиостанции Нижний Новгород, поздравляем с праздником вас, ваших коллег, вам здоровья крепкого, терпения, целей таких, чтобы вот дух захватывал, но чтобы у вас все получалось, когда вот к этим целям идете. Спасибо. А у вас не захватило дух? Захватил. Спасибо. Спасибо. Я напомню, у нас в гостях был ректор Нижегородского государственного университета имени Лобачевского Евгений Чапрунов. До встречи в эфире. Спасибо.